После трехдневного молчания по вопросу установления Азербайджаном пограничного пункта на дороге Лачин-Ханкенди, власти Армении в буквальном смысле обрушились с критикой на Россию. Секретарь Совета безопасности этой страны Армен Григорян в интервью общественному телевидению заявил, что именно Москва несет полную ответственность за закрытие Лачинского коридора. Согласно заявлению 9 ноября, под которым состоит и подпись Азербайджана, Лачинский коридор полностью передан Российской Федерации, и на данный момент именно она несет полную ответственность за события, происходящие в Лачинском коридоре. Конечно, могут быть разные обвинения, заявления, но реальность такова, заявил Григорян. Он обвинил Россию не только в закрытии Лачинского коридора, но и в развязывании 44-дневной войны. Накануне премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства продолжил обвинять Россию. Он заявил, что согласно трехстороннему заявлению 10 ноября, Лачинский коридор должен находиться только под контролем России. Российский миротворческий контингент должен держать под контролем Лачинский коридор, тем самым обеспечивая его нормальную работу. То есть никто, кроме РФ, никто не должен осуществлять там контроль, сказал Пашинян. Он добавил, что эти события еще раз подтверждают важность более широкого международного участия в Карабахе. Понятно, что под международным участием армянский премьер поднимает ввод в регион вооруженных сил стран Запада или военного контингента под ЕГИДОО. Именно этот тезис неоднократно звучал в выступлениях представителей армянского правительства. Отметим, что публичные обвинения руководства Армении в адрес России начались после телефонного разговора Никола Пашиняна и Владимира Путина 25 апреля. Телефонный разговор состоялся по инициативе Пашиняна. Обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре. Заявления Григоряна и Пашиняна в лишний раз подтверждают напряженность во взаимоотношениях двух стран. Похоже, и телефонная беседа Путина с Пашиняном прошла не совсем гладко. Во всяком случае, именно после этой беседы армянские власти ужесточили тон и подвергли Россию и Путина публичной обструкции.